Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Глеб. В этом году произошли определенные законодательные изменения, которые в том числе меняют подходы или принципы работы системы экспресс-энтри и подходы к выборкам, которые будут проводиться, выборкам кандидатов, которые будут проводиться из этой системы. И в том числе достаточно серьезные изменения в части полномочий министра иммиграции, чуть ли не самостоятельно определять, кого выбрать из этого пула кандидатов и кому давать приглашение на подачу документов для иммиграции в Канаду. Именно эти вопросы мы сегодня обсудили с Сергеем Игнатьевым, лицензированным иммиграционным консультантом в Канаде, и разобрали, что же это за изменения, и самое главное, как они отразятся на будущих иммигрантов и как они, возможно, кому-то помогут, а, возможно, кому-то и нет. Поэтому предлагаю внимательно посмотреть сегодня наш разговор. Ну и также, если вы еще не подписаны на канал, пожалуйста, подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Ну а мы переходим к разговору с Сергеем Игнатьевым. Сергей, приветствую. Привет, Геб. Да, давай сегодня поговорим на тему, о которой мы говорили в конце прошлого видео, когда мы делали обзор новостей иммиграции в Канаду, и там мы упомянули в конце, скажем, сделали такой анонс темы, которая заслуживает отдельного видео. Собственно, вот сейчас мы с тобой об этом поговорим. Тема касается изменений в системе экспресс-энтри, которые, скорее всего, мы уже будем наблюдать воочию в 2023 году, то есть в следующем. И эти изменения, они достаточно существенны для того, чтобы о них не говорить. Поэтому я попрошу тебя рассказать, что это такое, как это самое главное, самый главный вопрос, как это отразится на будущих иммигрантов или тех, кто сейчас уже находится в системе экспресс-энтри с какими-то баллами, ждет, возможно, своей выборки. Но мы знаем, что сейчас баллы проходные, так скажем, еще достаточно высокие, то есть последняя выборка у нас была, по-моему, по 493, отсечка была примерно. Поэтому что вот эти изменения будут значить для тех, кто имеет меньшие баллы на данный момент, есть ли у них шансы все-таки пройти или нет? Да, ну, прекрасная тема. Начнем с самого начала, что конкретного произойдет в смысле качественного сдвига, качественного изменения в системе экспресс-энтри. Значит, для начала, шаг назад, что из себя представляет система сейчас? Сейчас это рейтинговая система. В зависимости от того, сколько баллов ты набираешь, ты оказываешься наверху или внизу пирамиды, состоящие из участников иммиграционного процесса. Есть система экспресс-энтри, напоминаем, люди открывают там аккаунты, это онлайн-платформа, которая занимается сбором заявок от желающих эмигрировать. В зависимости от того, сколько баллов набирает их профиль, система либо тебя ранжирует там наверху пирамиды, значит, либо ты вообще не ранжирует, а ты автоматически там оказываешься, либо вместе со всеми остальными. И когда проводится выборка, просто система берет с пика этой пирамиды, выбирает ту квоту, которую назначил правительство Канады. Словно говоря, если там 4000 мест, значит, с первого там по 4000 человек, по 4000 профиль получает приглашение на подачу документов. Это как работает система сейчас. И ключевыми вещами здесь являются возраст, знание языка, уровень образования, опыт работы. Значит, плюс там дополнительные факторы, связанные с знанием французского языка, с получением LMIA, job offer, как бы в Канаде и прочее. Значит, поэтому мы сразу говорим, что чем старше ты становишься, тем проблематичнее для тебя становится эмиграция. Потому что ты получаешь 100 баллов за возраст, а если у тебя, значит, возраст уже по 40, соответственно, ты получаешь какие-то ошметки от этих 100 баллов, потому что начиная с 30 лет, каждый год минус 5 баллов. И тут начинаются всякие разные проблемы для тех людей, кто постарше, как ему эмигрировать. Что происходит качественно нового в системе работы экспресс-центри? Это то, что был подписан 23 июня этого года, так называемый БИЛЦ-19, да, который расширил возможности министра эмиграции Канады в плане приема эмигрантов. Сейчас, значит, министр эмиграции получил полномочия набирать людей и присылать им приглашение на подачу документов не на основании того, какое место занимает в рейтинге профиль кандидата, а на основании конкретных умений человека. Что он имеет, что он знает, на каком уровне он знает язык, знает ли он французский язык, какое у него образование, какая у него профессия и так далее. То есть это будут ключевые показатели, на которые будет ориентироваться министерство эмиграции Канады. Поэтому факт того, что, допустим, твой профиль будет набирать 600 баллов сам по себе, но ты, допустим, будешь являться не в обиду сказанного, кого мы не хотим обидеть. Например, учителя истории. Я сам учитель истории, когда-то в далеком прошлом. И как хобби в настоящем. Поэтому, можно сказать, сам себя обижаю. Так вот, если ты учитель истории, с точки зрения эмиграции это не самая лучшая профессия. Вот если ты набрал, допустим, 600 баллов, прекрасно называешь французский, английский, но ты учитель истории, значит, ты можешь в выборку не попасть, потому что министр эмиграции можно сказать, что на сегодняшний момент нам нужен, я не знаю кто, биотехнологий. Видеомонтажер, который умеет монтировать видео какие-нибудь, или какой-нибудь рентгенолог какой-нибудь, техник какой-нибудь в лаборатории, или еще кто-то. И вот, соответственно, я со своими 600 баллами чувствую сейчас данный момент времени на коне, в 2023 году буду чувствовать себя, ну, не то чтобы... Не то чтобы под конем... Ну, не то чтобы, да, не удачникам, но я буду себя чувствовать под конем. Вот. И вот в этом, собственно, качественные изменения. То есть, политика такова, что мы переходим от глобального измерения успеха и потенциала кандидата в виде набранных баллов к тому, что конкретно он имеет. Почему это нужно? Потому что идея такова, что Канада, об этом она говорит последние несколько лет, хочет приводить к себе только тех людей, которые нужны канадской экономике прямо сейчас, прямо здесь. То есть, если мы говорим, опять же, если вы начали говорить про учителя истории, если мы начали говорить про это, то учитель истории, прежде чем он попадет на рынок труда, ему надо будет пройти примерно года 2-3 минимум таких разных процедур, пока он получит лицензию для того, чтобы стать учителем истории в школе. Значит, это недопустимо, неприемлемо с точки зрения быстрого результата для министерства и миграции в Канаду. Да, да. Это, кстати, очень интересно, да, потому что вот на мой, так скажем, непрофессиональный взгляд, да, я не профессионал в эмиграции, но это выглядит вот особенно последние два года или уже почти три, да, особенно с послепандемийным периодом, когда в экономике очень большие проблемы, а если говорить конкретно, это большой недостаток работников, да, то есть у нас постоянный во всех отраслях практически дефицит работников. Вот. И вот в этом году мы видим во второй половине этого года, 2022, мы видим как раз те изменения, которые сейчас показывают, что все усилия министерства миграции бросаются на помощь, так скажем, экономике и помощь рынка труда, да, когда стараются разными категориями иммигрантов, временных резидентов заполнить вакансии, которые сейчас существуют, да. Последние вот изменения были, касаются иностранных студентов, которые в Канаде, да, если они учатся на академических программах, они могут работать до 40 часов в неделю при определенных условиях, конечно, там самое главное, чтобы вы подали заявку на стадий пермит до 7 октября, вот, причем это после, по-моему, позже вышло разъяснение, да, потому что изначально казалось, что это могут теперь все иностранные студенты работать 40 часов. За маленьким исключением, что у тебя должно быть написано в твоем стадии пермит, что тебе разрешается работать офф-кампус. Да. Второе вот недавнее изменение, которое было, это супругам, да, или партнерам, правильнее сказать, те, кто находится здесь на каких-то временных визах, на рабочей визе, по-моему, на Open Work Permit, тоже разрешается работать на разных типах работ. И вот эти все действия, они уже показывают, да. Глеб, Глеб, я формирую, супругам рабочих дается право подавать документы на открытую рабочую визу, независимо от того, какой уровень квалификации твоего супруга, потому что раньше было ограничение, ты должен был работать только лишь на квалифицированной работе, чтобы твои супруги, ну там, за исключением небольшим, маленьким, да, сразу оговорка, что потом под видео не пинали ногами, ага, вы не сказали про это. Вот, ну, в массе своей, ты должен был работать на квалифицированной работе для того, чтобы твоя супруга или супруг получил право на открытую рабочую визу. Теперь по новой полисе, любой человек, работаешь на квалифицированной, полуквалифицированной, неквалифицированной работе, пожалуйста, имеет право на получение открытой рабочей визы. Да, да, это вот еще одно изменение, да, и последнее, что мы обсуждали, по-моему, в прошлый раз с тобой, это интересная новая пилотная программа провинции Нью-Брансвик, да, которая вообще нацелена на помощь в найме иностранных сотрудников, определенных компаниям, да, пока что определили шесть компаний в провинции Нью-Брансвик, которые могут нанимать иностранных работников, и таким образом они быстро могут, эти люди могут получить статус постоянного резидента в Канаде, то есть такой новый иммиграционный пилот. И вот эти все изменения… Это называется микроменеджмент. Да, такой микроменеджмент уже на уровне буквально компании, то есть иммиграция у нас уже под компанией подстраивается. Вот, все это нам показывает, что как раз сейчас все усилия брошены на то, чтобы принимать иммигрантов, которые могут сразу приехать и начать работать, да, на тех работах, которые есть. И вот это как раз о том, то, о чем ты говоришь про изменения в экспресс-центре, что мы теперь будем принимать не вообще вот всех, да, всех, кто там набрали там определенные баллы в экспресс-центре, а уже очень такой таргетированная выборка нужных, так скажем, кандидатов. Но что я заметил, почитал пару статей, это есть критика этих нововведений, да, с точки зрения того, что они, эти изменения дают полномочия министру иммиграции на вот какие-то вот как будто свои решения, и непонятно, как эти решения будут приниматься. А кого же министр иммиграции захочет принять? Не будет ли здесь какая-то составляющая там, ну, предвзятости, да? И вот что вот по этому поводу ты думаешь, как они будут преодолевать вот эту вот критику? Ну, опять же, во-первых, то два момента по поводу критики неопределенности. Первый неопределенный момент это сроки. До сих пор не объявлено, когда именно начнется вот этот самый подход. В общем и целом, везде звучит, что это будет первый квартал 2023 года. То есть речь даже не идет о том, что, допустим, первая выборка там, не знаю, 3 января, это будет выбор как раз по новым правилам. Это первый момент, момент неопределенности. И второй момент, совершенно верно, в момент, на основании чего министр иммиграции будет принимать решение. Там есть перечень, так называемых, стейкхолдеров, да, куда имеется, куда, где перечисляются в качестве участников правительства провинций, ассоциации бизнесменов, как бы, компаний, потому что там еще всякие разные общины городские там и прочее, прочее. И, соответственно, подразумевается, что правительство Канады в лице министра иммиграции, они будут регулярно устраивать либо круглые столы, либо получать от них рекомендации, запросы, на основании которых потом они будут ваять некую систему критериев, которые станут ключевыми для отбора кандидатов из полукандидатов. Да. То есть, в этом плане, как бы, поэтому, собственно, и весь профессиональный сегмент иммиграционного права, как бы, иммиграционного бизнеса, как бы, в Канаде сейчас завис, как бы, в ожидании, потому что нет ни одного прецедента, на основании которого можно было бы понять и сказать, во-первых, как это работает. Во-вторых, есть ли здесь предвзятость, непредвзятость. И, в-третьих, значит, кого именно, с точки зрения веса в принятии решения, кого именно наделяют наибольшими полномочиями, приоритетами для разработки этих критерий. Это кто? Это бизнесы? Это кто? Это правительство провинции? Это кто? Это какие-то регионы? Непонятно. Поэтому мы ждем и посмотрим. Ну и, конечно, пока что, наверное, будет, пока не пройдут вот такие вот первые выборки таргетированные, да. Рано говорить о том, как это будет, на основании чего это будет приниматься решение. Но сейчас пока что по первым ощущениям таким, да, что действительно может быть это немножко, скажем, субъективно, да, потому что, скажем, будут ли принимать иммигрантов определенных национальностей из определенных регионов или стран, да. То есть, а как, скажем, посольства других стран в Канаде будут лоббировать свои интересы через Министерство иммиграции по приему их граждан, да. То есть, вот интересен еще вот этот вопрос. Хотя я думаю, конечно, будут максимально вот этот вот сглаживать вот этот вот критерий, да, то есть принимать, если уж решили там принимать, допустим, не знаю, строителей, да, то принимать со всех стран, а не из каких-то определенных, да. Но критерием будет именно, что человек должен быть профессионалом в какой-то области, а не из какой-то определенной страны. Я думаю, что да, на самом деле в Канаде проживают сотни национальностей, и если будет подозрение, что хотя бы в пользу какой-то национальности идет крен, то начнутся сразу большие политические проблемы. Не социальные проблемы, да, а политические прежде всего. И у власти находятся такие животные под названием политики, да, опять же не в обиду, это так в кавычках, значит, которые всегда борются за свое выживание в том месте, где они находятся. Они не самоубийцы. Поэтому вряд ли будет критерий по принципу, значит, гражданин Бангладеш, значит, у тебя приоритет. Гражданин, я не знаю, там, Мали, значит, у тебя приоритет. Нет, такого не будет. Я думаю, что здесь как бы пойдет все по пути того, о чем Министерство миграции говорит последние несколько лет. Это изучение прежде всего провинциальных рынков труда. Возможно, они под этим соусом будут реализовывать идею с муниципальными программами, да, про которые они говорят уже несколько лет, что они хотят делать программы для отдельных городов на уровне Канады. И, возможно, они будут брать информацию от них и на основании этого, собственно, разрабатывать свой лист приоритетов. Еще один важный момент, про который я говорил в прошлом видео, я хочу еще раз подчеркнуть, что правительство Канады сейчас активно занимается разведением или расширением квоты для франкофонов, франкоязычных людей. Соответственно, мне кажется, что вот эта вот идея, почему я об этом говорю, на чем строятся мои доводы, что последние несколько месяцев я читаю очень много статей, интервью, заявлений чиновников разного уровня и имеющих отношение к Министерству эмиграции Канады и просто работающих в правительство или на правительство, которые говорят о том, что Канада уникальная страна в плане своего двуязычия и у нас так получается, что, к сожалению, в основном франкофоны живут в Вебеке и в меньшей степени живут в Нюбрансвике, но необходимо французский язык, французскую культуру распространять за пределами этих двух провинций, и поэтому мы должны увеличивать квоту людей, которые будут говорить на французском языке за пределами этих двух провинций, чтобы они расселялись где угодно по Канаде, и главное достоинство было бы, что они говорят на французском языке. Вот, и поэтому я допускаю вполне себе, что вот они будут использовать еще и этот рычаг, языковой рычаг, как ключевой для того, или определяющий для того, чтобы люди получили приглашение подачи документов. То есть, если ты знаешь французский язык на уровне выше среднего, или, возможно, они там поставят более щадящий режим, типа, хотя бы на уровне средней школы, да, выпускника средней школы, то тогда, и ты, допустим, не знаю, ну, у тебя, допустим, мастерская степень, ты говоришь на английском, там, на уровне IELTS шестерки по всем четырем модулям, ты говоришь на французском на уровне, наверное, четырех пятерок, если мы говорим про систему IELTS, да, вот, минимально, и, возможно, это достаточно для того, чтобы получить приглашение, все, ну, как пример, да, потому что они хотят, чтобы вот эта вот культурно-языковая как бы дифференциация какая-то, да, или разнообразие, оно распространялось за пределами Кэбека. Ну, я просто как бы сейчас на гора выкидываю всякие разные идеи, но сама идея такова, да, что это будет либо политическое решение, связанное с идеологической как бы конструкцией, которая есть в умах правительства Канады, как, например, развитие франкофонии за пределами Кэбека, либо это будет чисто экономическая конструкция, связанная с тем, что экономике нужны такие специалисты, давайте, независимо от того, тебе 50 лет, 60 лет, 80 лет, 100 лет, значит, если ты еще там 5 лет сможешь поработать в этой области, значит, мы тебя пригласим. Да, да, я тоже абсолютно с тобой согласен и считаю, что здесь, скорее всего, будет основным критерием являться именно профессия человека, да, и его экономическая важность для Канады, да, то есть как он может помочь экономике Канады, потому что основным постулатом, да, которым говорят, зачем вообще Канаде иммигранты, почему вот Канада хочет принимать столько иммигрантов, да, ну потому что, чтобы балансировать, скажем, экономические возможности страны, да, у нас стареющее население, очень большая нагрузка на социальную систему, вот, и нужно больше работников, которые будут платить больше налогов, да, то есть все очень просто, все очень банально, но так оно и есть, поэтому нужны иммигранты, работоспособные, в рабочеспособном возрасте, вот, и как можно, чтобы они меньше денег брали от правительства Канады, да, в плане того, что какие-то социальных выплат, вот, поэтому, да, я думаю, что будет особенно интересно, что вряд ли будут вообще какие-то делать, какое-то внимание уделять таким, скажем, дискриминационным факторам, как, допустим, возраст, да, или национальность, или там медицинское состояние, потому что, ну, медицинское состояние, хотя имеет значение сильное, вот, ну, допустим, возраст, который человек не может изменить, да, вот, вряд ли будут рассматривать как основной критерий, да, то есть не могут сказать, что теперь будем принимать, значит, иммигрантов в возрасте от 30 до 35 лет, да, ну, вряд ли такое будет, потому что это действительно уже сильная дискриминация 40-летних, которые, возможно, более опытные, чем 30-летние, вот, или, скажем, по национальствам мы тоже это уже обсудили, вот, поэтому, что это значит, может значить вообще вот для людей, которые собираются эмигрировать, да, с практической точки зрения, вот, они сегодня сидят, у них, допустим, там, 400 баллов в экспресс-энтри, и вот что это для них значит, как ты думаешь, что может происходить в 2023 году для них, или что им можно делать? Для них это значит, что они должны привести ревизию, значит, если ты офисный работник, ты прекрасный менеджер по логистике, например, да, ну, нет, это логистика еще более-менее прикладная история, а если ты какой-нибудь прекрасный, прекрасный кто? Специалист по документу, по документообороту какой-нибудь, да, или там прекрасный специалист по, почему еще? Например, работая в офисе, например, ты, кто еще может быть? Какой-нибудь пиар-менеджер, да. Значит, вот в этой истории, значит, надо подумать о том, что ты можешь делать такое, что вот прямо сейчас ты мог бы продать на территории Канады как практический специалист. То есть, если ты пиар-менеджер, возможно, ты, я не знаю, переводчик на самом деле какой-нибудь, да, и переводчик – это гораздо более интересная с точки зрения миграции и практической как бы применимости себя на рынке, чем пиар-менеджер, потому что пиар-менеджер – это история, сопряженная с тем, что ты знаешь менталитет местного населения, ты прекрасно понимаешь языковые нюансы, ты прекрасно пишешь, именно… Коммуницируешь. Как это должно быть написано для того, чтобы получить максимальный эффект в голове канадского потребителя, да. Понятное дело, что если живешь в Германии, там, или во Франции, или в Японии, ты абсолютно будешь мимо, как бы, ну, то есть, ты, может, какие-то умные идеи хорошие для продвижения будешь говорить, но с точки зрения составления текста, коммуникации у тебя будет, скорее всего, все мимо, или почти все мимо. Вот. Поэтому надо думать о том, что конкретно ты умеешь делать, куда ты мог бы пойти для того, чтобы себя перепозиционировать. И, возможно, последний вот тренд, то, что я последний год-полтора говорю многим клиентам, это то, что подумайте о том, если вы реально хотите эмигрировать, как бы получить другую смежную профессию, или абсолютно другую профессию, профессию, которая как раз окажется в списке востребованных с точки зрения прямо сейчас, прямо немедленно приступить на работу, приступить к работе на территории Канады. У вас на это идет, не знаю, там полгода времени, год времени, но это, во всяком случае, будет эффективное использование времени с точки зрения эмиграции, чем если ты те же самые полгода или год просто будешь сидеть в системе экспресс-энтере и дожидаться получения приглашения на подачу документа. Да, да. Ну, здесь единственное, что добавлю, это постулат, который звучит всегда, везде, и он не теряет своей актуальности, это знание языка, да, английского или французского, еще лучше, если обоих. Чем выше знание английского языка, подтвержденное международными тестами языковыми, тем выше ваши шансы будут в любой ситуации, в любое время для эмиграции в Канаду, потому что понятно, что нам нужны работники, но нам нужны работники, которые могут еще и хорошо говорить по-английски или по-французски и приехать и начать сразу работу, чтобы их не тратить время на полгода, пока вот они адаптируются в языковом аспекте. Сергей, давай еще затронем, в прошлый раз мы говорили буквально пару минут тему взаимоотношений провинции Кюбек и федерального правительства в плане эмиграции в провинцию Кюбек, да, ты упоминал, что у них определенные были переговоры, так вот, закончились ли эти переговоры, если да, то чем? Ну да, на самом деле отличный вопрос, потому что мы же не могли на него предметно говорить в прошлый раз, ибо не было еще плана и приема эмигрантов. Правительство Кюбека разродилось тем самым планом буквально пару дней назад, и, соответственно, мы теперь можем на основании этого плана сказать, договорились или нет. Не договорились. Значит, напоминаю вам, что проблема заключается в том, что федеральное правительство постоянно, неуклонно наращивает квоту приема эмигрантов каждый год. Да, напоминаю, что на ближайшие несколько, три года правительство Канады хочет привести в совокупности чуть менее, чем полтора миллиона человек в Канаду. Квебек по соглашению 1991 года между Квебеком и Канадой имеет право приводить в Канаду квоту, составляющую процент, значит, процент от численности населения всей Канады. На сегодняшний момент популяция населения Квебека составляет примерно 23% от населения всей Канады. То есть, если мы берем вот эту большую квоту, которую Министерство миграции Канады озвучило, соответственно, из них 23% от этой квоты Министерство миграции Квебека может себе взять для того, чтобы ее использовать для приема эмигрантов к себе. Однако, мы наблюдаем, что квота, которая была декларирована в следующий год, она всего, по-моему, на полторы тысячи человек больше, чем квота за прошлый год. Значит, как вы помните, опять же, я уже несколько раз это говорил, на протяжении последнего года, полутора, постоянно велись батареи между Квебеком и Отавой по поводу того, что Отава хотела, чтобы Квебек выбирал свою квоту, а Квебек в ответ говорил, что мы хотим, чтобы у нас было еще больше полномочий для того, чтобы мы отбирали себе эмигрантов. Значит, подводный камень заключается в том, что правящий кабинет господина Франсуа Легло полагает, что люди, которые приезжают в провинцию Квебек, они представляют угрозу для франкоязычного комьюнити провинции, что приезжает слишком много людей, для которых французский не является родным, и поэтому они, а, не спешат делать себя французским родным, что по определению невозможно, а, б, они просто используют Квебек для того, чтобы как трамплин попасть в Канаду и дальше угрозить куда-нибудь углофонную провинцию. И он говорит, что мы не хотим, чтобы нас использовали как трамплин, но здесь как бы заявление достойно уважения, да, а, от другой стороны, они говорят, что мы не хотим, чтобы, значит, французский язык у нас был под угрозой, мы не хотим стать второй Луизианой. И что является основанием для того, чтобы Легло так говорил, значит, большинство людей приезжает, кто приезжает в Квебек, они приезжают в провинцию, в город Монреаль. И, значит, несколько месяцев назад было исследование, которое говорило, что на территории Ильды Монреаль говорят порядка 48% на французском языке дома, только 48%. То есть, я прочитал господина Манкера, бывший глава неодемократической партии Канады, который сказал, что мне очень просто понравилась эта мысль, и я хочу ее процитировать еще раз, что в французском языке есть два значения слова франкофон. Одно значение – это франкоязычный, как прилагательное, второе значение – франкофон, как франкоговорящий, то есть, человек как существительное, как определение. И вот он говорит, что господин Франсу Алиго, исключительно в его голове франкофон звучит как слово прилагательное. И если ты не говоришь на французском языке дома, если французский язык не является твоим родным по умолчанию, то тогда, соответственно, ты в голове господина Алиго не являешься франкофоном, и ты представляешь угрозу для французского языка, для провинции Квебек и так далее, потому что ты размываешь идентичность, опять же, в кавычках, значит, La Provence Quebecoise, Квебекской провинции. Значит, и, соответственно, по факту, по факту, в Монреале на французском языке говорят более 90% населения. Они являются франкофонами. Но, исходя из той логики, что 48 – это lang maternel, а остальные, там, условно говоря, 45 – это не lang maternel, значит, остальные – это просто алофоны, для которых французский является вторым, третьим, четвёртым, пятым языком. Здесь в Монреале в большинстве своём люди говорят свободно, более-менее свободно или совсем свободно. Минимум на трёх языках. Минимум. Это вопрос о том, в какой среде мы живём и куда вы едете. Значит, в меньшем случае знает только два языка – французский и английский. Но, значит, просто факт того, что ты знаешь, для господина Легонь, не является критерием того, что французский язык не является в позиции под угрозой. Поэтому он говорит, что мы не хотим принимать более чем 50 тысяч человек. План приёма мигрантов на следующий год совокупности, который он подвисал, в диапазоне от сорока девяти с половиной до пятидесяти двух с половиной тысяч человек. Из них на экономическую миграцию он максимум запланировал 33 тысячи девятьсот мест максимум. И на траваер-калифье – это skilled workers. Всего лишь 29500. 4300 – это бизнес-эмигранты. Туда относятся всякие предприниматели и self-employers. Короче говоря, все остальные категории, беженцы и прочее, нам это неинтересно. Важно то, что, имея огромную квоту, для людей, кто является независимыми мигрантами, отведено всего 29500 человек. Всего лишь. Именно в связи с тем, что, как он говорит, нам нужны только проверенные люди, для которых французский является родным или около того, что будет являться гарантией того, что они не едут в другую провинцию, или же приедут столько людей, для которых французский не является родным, сколько мы можем переварить с точки зрения, оттренировать их на французском, интегрировать их в местную жизнь и сделать так, чтобы у них не было мысли покинуть нашу провинцию. Ясно, хорошо. Ну, все это все равно не отменяет возможности эмиграции в провинцию Кебек. Если кто-то хорошо владеет французским языком, то я бы в первую очередь смотрел именно на программы провинции Кебек. Их тоже достаточное количество для того, чтобы подобрать какую-то для себя. И это может быть для вас, наверное, как в каком-то смысле спасательным кругом в плане эмиграции в Канаду, что для франкофонных кандидатов на эмиграцию сейчас большие, так скажем, преимущества, может быть, или возможности для эмиграции. Я хочу напомнить, что Кебек – это всего есть пару провинций, где можно эмигрировать, не имея никаких джоп-офферов, связи с провинцией и так далее, просто по факту того, что ты выполняешь критерии, помимо федеральной эмиграционной программы. Соответственно, Кебек – это та самая провинция, куда ты можешь эмигрировать просто по факту того, что ты выполняешь критерии. Тебе не надо иметь ни работодателей, ни родственников, ничего. За это ты можешь получить дополнительные баллы, конечно же. Но даже если у тебя нет, но ты сильный кандидат, ты можешь эмигрировать без всего этого провинция Кубека. Хорошо, Сергей, давай на этом сегодняшнем видео будем заканчивать. Если у нас будут вопросы появляться в комментариях, я прошу вас писать вопросы в комментариях, если что-то вам было непонятно или уточнить. Сергей, как правило, сам отвечает. Если у нас что-то интересное возникает, на что мы можем записать другое видео, мы, конечно, это сделаем. Ну и будем держать в курсе эмиграционных новостей вас, поэтому оставайтесь на канале, подписывайтесь на него, ну и задавайте свои вопросы. Если нужна индивидуальная помощь по эмиграции, то есть все контакты под этим видео, обращайтесь к нам, мы вам поможем. Сергей, тебе спасибо большое сегодня, увидимся с тобой в следующем видео. Спасибо за приглашение, всего хорошего. Пока-пока. Пока.